В то время как Россия продолжает наземные воздушные атаки на Украину, ситуация в самой империи начинает стремительно ухудшаться. Да, у них больше денег, да, у них лучше государственное управление, но по сути перед нами конструкты из скреп, палок и биологических отходов. Империя жива, пока прирастает новыми землями, а победобесие затмевает собой коллапс экономики и инфраструктуры. Доброго вечера, мы из Украины. Выдавитесь проект Украина в огне. Мене звати Рагуль. На этом месте не забываем ставить лайки, делать перепосты. В конце сюжета жду от вас комментарии и также, пожалуйста, проверьте, включены ли у вас уведомления о том, что наш сюжет вышел и уже опубликован. Также помните о том, что у нас есть магазин нашего фирменного мерча. Ну а теперь мы продолжаем наш сюжет. Пока РФ выстреливает миллиарды по жилым кварталам и торговым центрам Украины, с полок магазинов там начала исчезать курятина, а яйца закупаются в Турции и Азербайджане. Про курятину я абсолютно не шучу. Об исчезновении этого социального продукта с полок магазинов сообщили в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Ритейлеры пока объясняют дефицит снегопадами и лютыми морозами, которые в субтропической России большая редкость. Обычно-то они курятину доставляют в кабриолетах и по идеальным хайвеям, а тут пришла беда, откуда не ждали. Для многих одичалых исчезновение курятин из прилавков магазинов это прямо флешбек из 90-х, когда СССР в гонке о вооружении против блока НАТО пришел вторым. То есть эту самую гонку проиграв и полностью истощив свою без того безрадостно соевую экономику. Чтобы жители СССР не начали падать в голодные обмороки прямо на улицах, Михаил Горбачев подписал с Джорджем Бушем торговое соглашение и в СССР хлынули дешевые замороженные куриные окорочка. Прямо из логова мирового капитализма из США. Окорочка были столь популярны, что получили собственное название ножки Буша. Как тут не вспомнить песню группы Машина Времени. Синие птицы не стало меньше, просто в свете последних дней слишком много мужчин и женщин стало сдуру гоняться за ней. Так это курятина. Ее в России типа много, импортируют всего каких-то 19%, а со свининой дела хуже, импорт составляет под 40%, а с говядиной дела вообще плохи, потому что импорт далеко за 40%. У лаптиканды, конечно, по-прежнему есть деньги от торговли нефтью и газом, но их сильно меньше, а затраты на контрабанду, которую РФ стыдливо называет параллельным импортом, все растут и растут. А куда идет львиная доля прибыли, вы знаете. Производство и закупка оружия и амуниции для огромной армии мобилизованных, которым платят баснословные по российским меркам зарплаты в 2,5-3,5 тысячи долларов, не считая сотен тысяч долларов компенсации за смерть и увечья. Так а что взамен получает лаптиканда? В Авдеевке нет золота ацтеков, а Мариуполь при всем явном превосходстве над Кемерово далеко не Майами. Война, которую затеял старик Кабаев, не приносит РФ никакой экономической выгоды, она просто гробит экономику и население страны. Там, кстати, благая весть пришла из колоний, их начали закрывать по всей России. Реально, как на райкомах, во вторую мировую можно писать «колония закрыта», все ушли на фронт. Статистика впечатляет, еще 10 лет назад в колониях чалилось 700 тысяч заключенных, на сегодня их 466 тысяч. Нетрудно подсчитать, что куда-то испарилось 234 тысячи зэков. Нет сомнений, что как минимум 1150 уже удобряет украинский чернозем. И еще 1050 готовится к весенней черепно-мозговой посевной на тех же полях. В какой-то момент десятки тысяч бывших зэков с военной подготовкой и привычкой сначала бросать гранату, а потом заходить в дом, вернуться обратно в Лаптиканду. Думаю, для многих одичалых это будет новый интересный опыт. Про еще одну напасть в Лаптиканде я рассказывал в прошлом выпуске. В Подмосковье для десятков тысяч одичалых начался ледниковый период. Об этом в своем ТГ уже пишет даже саблезубая белка империи Мандерина Садомян. Пишет, разумеется, в имперском стиле. Третьи сутки губернатор морщит лоб над картой города Климовска и никак не может найти на нем свой многоквартирный дом и гараж со служебным москвичем. И это неудивительно. У губернатора нет квартиры в Климовске, а скорее всего есть особняк на Рублевке и вилла где-то в Испании, возможно в Марбелье, по соседству с военкомом из Одессы. А в это время задубевшие одичалые сбиваются в стаи и хором кричат, что они мерзнут. Квартира по 13-14 градусов. Нас дети, впереди. Помогите, пожалуйста. Мы в нем! Товарищи одичалые, я вам еще в прошлый раз говорил, записывайтесь в СВО, в спецподразделение Белые Ходоки Подмосковья. Умрите с пользой для империи. Какой смысл сидеть в заиндивеевшей избе без яиц и какой-либо надежды на синюю птицу удачи из магазина Пятерочка? Еще раз напомню, одичалые замерзают не в Якутии, где это в принципе традиция и абсолютно объяснимо, а в Подмосковье. И замерзают из-за того, что империя все трубы для отопления пустила на производство ракет, которыми лупит по Украине. По подсчетам издания Forbes, только за полтора года на войну она потратила 167 миллиардов долларов. За эти деньги Россия могла построить Дубай в Магадане и перевезти на этот курорт всех угнетенных русских. С Донбасса, Крыма, США, Германии, Австрии, острова Бали и даже из того самого Дубая. Вывести всех, даже исполнителя Филиппа Киркорова, который после голой вечеринки сбежал к шейхам и на днях тосковал по родине в аутентичном русском ресторане «Березка». Дубай. Как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Именно такой рэп мог бы прочитать певец Васео, который эпатировал голую вечеринку носком на причинном месте. С тех пор носок сильно паник, а сам рэпер каждые 15 суток получает новые 15 суток ареста ко всеобщему ликованию зэков-сокамерников. У многих из них мечта иметь мечту сбылась прямо на Новый год. Как тут не поверить в рождественское волшебство. Вообще, голая вечеринка, курятина и ледниковый период – главные темы в империи. Для тех, кто не в курсе, всероссийская светская львица Настя Ивлеева провела в Москве в клубе «Мутобор» тематическую голую вечеринку. Рэпер пришел в носке, львицы в стрингах, Киркоров в кружевном белье. В качестве гринча и кринджа пришли Лолита, Милявская и Ксения Собчак. Была исполнительной сортом Анна Асти, певица Глюкоза и прочая сперматоксикоза. Короче, приперлись все, кто не успел на Бали. Видео и фото с вечеринки, разумеется, вывалили в сеть. В любой другой год одичалые с большим интересом обсуждали бы размеры носка рэпера Васео. Фантастические размеры Милявской и выдающиеся ключицы Ивлеевой. Но ведь в стране второй год идет Великое Отечественное СВО. Первыми не выдержали военкурвы. У них треснула становая скрипа и закровоточили глаза. Потом видео и фото увидел бог-император. И участников вечеринки стали травить не хуже первых христиан. Киркорова вырезали из новогоднего фильма. Ивлееву обвинили в неуплате налогов. У Глюкозы отобрали сценическое имя. Теперь она просто певица. Анне Асти повезло больше. Просто отменили корпоратив. Но не переименовали в Анну Сидр хотя бы. И просто не сомневайтесь. Анна Асти это украинка Ганна Дзюба из Черкасс. Которая крутит филейными частями перед героями СВО. В то время как в Черкассы прилетают ракеты и дроны. Вся тусовка была естественно обвинена в пропаганде ЛГБТ. А в России это нынче чистой воды экстремизм. Естественно, голотусовочники каются, пишут покаянные видео, которые начинаются со слов «Товарищ Путин произошла чудовищная ошибка». Но старик осерчал всерьез. Он старливо подарил купленные в Ватикане мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения Божьей Матери в Москве. И здесь главное не уточнять, какую часть тела святого Николая он подарил. В любом случае, я уверен, что уже в ближайшее время дела белых ходоков и голых активисток объединят в одно. А главным подозреваемым станет некто Д. Мороз, который устроил ледниковый период в Лаптиканде. И голый ЛГБТ-шабаш среди московских весталок и иноков, соблюдающих суровый целебат. Очевидно, что в России дело идет к созданию скрепно-православного халифата под руководством ФСБ. Что ж, не в первый раз. Чем бы они не тешились, лишь бы носок надевать не забывали. На этом все. Вы смотрели проект «Украина в огне». Помните о том, что империя будет разрушена. Слава Украине!